Торжество продолжил митинг возле самой большой на Белгородчине братской могилы в Атаманском лесу. Здесь захоронено более двух тысяч солдат и офицеров. Каждый год в День Победы к мемориалу славы староскольцы приходят целыми семьями. Алексей Иванович Миронов попал на фронт 17-летним юношей. Прошел войну артиллеристом. Дважды ранен. Победный май фронтовик встретил в Чехословакии. 9 мая 1945 года в горах в Чехословакии, где подавляли оставшись недобитых фашистов. А победу услышали только 13 мая. Не 9-го, а 13-го до нас дошло. Ну а нас все равно были напряжены, перестрелка шла. Иван Васильевич Ханеков пошел на фронт добровольцем. Прототипы его боевого орудия – 76-миллиметровые дивизионные противотанковые пушки – украшают сегодня мемориал славы в атаманском лесу. В 1945-м я участвовал в взятии Берлина, в арестах. Я лично, вот когда вручали знамя, мою пушку подтянули, подтянули. Ну, 150 метров от ареста. Как раз за победу пришли вешать. А я до этого по окнам бил с пушки, прямой наводкой лупил. Там было очень много офицеров немецких, поэтому нам разрешили бить. С каждым годом героев той войны становится все меньше. В 2016-м году их было 221, в 2017-м – 157, а в этом мае – лишь 128. Слова благодарности поколению победителей прозвучали от руководства округа депутатов представителей епархии. Глава округа Александр Сергеенко обратился к староскольцам с предложением. К 75-летию победы – отремонтировать все памятные места в округе. Сильно то государство, которое хранит и помнит историю. Среди нас находятся и общественные деятели, руководители предприятий, жители города. Я призываю объединиться и к 75-летию победы восстановить все памятники воинской славы, все захоронения и с достоинством встретить этот великий праздник. Начать стоит с дороги к самой большой братской могиле в области. Чтобы добраться до мемориала, староскольцы проходят около километра по разбитой пешеходной дорожке, а потом поднимаются по разрушенным ступеням и так уже 5 лет. Ольга Шалыгин, Алексей Грачев, Денис Остапенко, 9 канал.